Это такие процедуры, это делаем постоянно, регулярно, каждый день. Упражнения, массаж, лечебные процедуры и гора лекарств. Это будни четырехлетнего Дани Кузнецова. Благодаря ежедневным занятиям мальчик умеет, пусть и недолго, удерживать голову, есть с ложечки, улыбаться. Для семьи Кузнецовых счастье наблюдать за каждым движением сына. Еще в роддоме ребенка начали мучить судороги, а врачи готовили родителей к худшему. Врачи сказали, что это ничего же, это сделать не смогут, это не выход власти. Это возможно, что будет отключать аппарат, вентиляция легких, искусственная, для поддержания жизни. А потом, как сказали, он сам начал это дышать, самостоятельно вернуться к жизни. У Даниила симптоматическая эпилепсия, детский церебральный пролич. Из-за ежедневных эпилептических приступов у малыша отмирают здоровые клетки головного мозга, что заметно тормозит развитие мальчика. Младшая сестренка Дани, двухлетняя Кира, старается научить брата всему, что уже умеет сама. Пока четырехлетний Даня не может стоять, сидеть и ходить. Но после каждого курса терапии в профильных клиниках России наблюдается прогресс. Это отмечают и врачи, и близкие мальчика. Округлили щечки, ручки такие стали мягонькие, вообще очень хорошо стал себя чувствовать. Он улыбаться стал чаще, даже смеяться начал. Это отметили, я говорю, все. Чтобы Даня Кузнецов освоил новые движения и звуки, важно продолжать лечение. Но для поездок в реабилитационные центры мальчику необходимо удобное кресло-коляска, технические характеристики которого рассчитаны на сложные диагнозы малыша. Лечащий врач подобрал Дане подходящее оборудование. Его стоимость – 91 272 рубля. У семьи Кузнецовых нет таких денег. Помочь Дане может каждый. Достаточно отправить смс на номер 5542 со словом «Дети» на кириллице или латинскими буквами. Сообщение может быть сколько угодно. Главное – подтвердить перевод денег, если об этом попросит мобильный оператор. На данный момент мы пользуемся вот этой колясочкой, которая не приспособлена для нашего ребенка совершенно. От государства мы получили коляску, она очень огромная. Для него, ему там неудобно было сидеть. Благодаря телезрителям помощь уже получил 61 ребенок из Башкирии на сумму более 14 миллионов рублей. Помочь приобрести кресло-коляску для Дани Кузнецова мы можем все вместе. Нужно отправить смс на номер 5542 со словом «Дети» на кириллице или латинскими буквами. Сообщение может быть сколько угодно. Важно подтвердить перевод денег, если об этом попросит мобильный оператор. Также помочь детям из Башкирии можно адресно. Достаточно зайти на интернет-страницу русфонд.рубашкартостан и выбрать любой из указанных способов пожертвования. Подарить 4-летнему Даниилу другое качество жизни и радость новых движений в наших силах. Елена Перова, Радмир Халитов, Вести Башкартостан.